Всем привет, это Сафронов, и у меня рубрика, анонс того, что будет, рубрика стихоплюй, такой стишок стыдненький будет. Итак, Тор выглядит так, словно у него запор. Тони Старк унизит тебя, смотря в упор. Кукла-красотка, королева школьного бара, Освежит твой день запахом перегара. Но больше всего игрушка одна, нелогическая, Нанесет детскую травму психологическую. Начнем с классики, относительно актуального, упоротых супергероев. После Бстителей это прям не редкость. Упоротые супергерои на экране, упоротые супергерои в жизни, все логично. Коробка Спайдермен только кажется коробкой Спайдермена. На деле это спойлер к новому Человеку-пауку. И надпись «Запуск ракеты» тут неспроста, потому что в наборе Тор. Китайцы просто слили сюжет нового Человека-паука. Там Тор будет помогать Человеку-пауку останавливать запуск ракеты. Ой, какой миленький у него красный носик. Ничего миленького, потому что это по ходу красный нос. Алкаша. Для детей, конечно, это он заменяет Дедушку Мороза. Вы знаете эту историю, когда почему у нашего Дедушки красный нос? Потому что помогает Деду Морозу, когда у того нет времени. А потом втихаря-таки старый пьяница. Еще неловкая ситуация получилась с его кулачком. Поза и правда неоднозначная. Можно было назвать набор, когда Один зашел в комнату сынули без стука. Хотя рука тоже в красненьком. Может это кровища? А, я все понял. Тор просто не поймал Мьельнир. И тот влетел ему в носопырку. Из носа брызнула кровь. Он вытер нос кулачком. И стоит такой грозный, типа... Как же так получилось? Давайте посмотрим на этого стилягу. Какие красивые зелененькие сапожки. Просто модник какой-то. О, два кулачка. Ух, может он такой... Такой недовольным быть. Весь замечательная совершенно фигура Тора в боях. Я говорю это, если не смотрели новых, последних Мстителей, то тут практически отсылка. Тын-тын, тын-тын-тын-тын. А еще он танцор. И еще у него плащик дырявый. А почему у него плащик дырявый? Кто-нибудь не может сказать? У него еще есть кнопка. Она работает или нет? Будет ли у нас свет озарит мою больную душу? Вот. Да? Вот кто стал новым Тони Старком, если что. Вот кто стал новым Тони Старком. Эта дырка, чтобы было проще нажимать на эту кнопку? Или что-то Тор неудачно поел горохового супа? Что произошло-то? Смотрите, как он прям подходит. Ой. Спайдер-мен! А вот на этой коробке нарисован Спайдер-мен. И будет Спайдер-мен. Причем не просто Спайдер-мен, а лучше. Все становится лучше, когда оно... Часы. Это, походу, какой-то гаджет, который Тони Старк тихушечку подарил Спайдер-мену. Просто он такой стыдный, и Спайдер-мен его не носит. Знаете, это когда мама подарила тебе футболку с надписью «Лучший сынуля в мире». И вроде и спасибо, и во двор выйти стыдно. Ремень резинговый, Спайдер-мен пластиковый. Ой, какой. Ой, какой. Смотрите, что он делает. Опс. Опс. Прячется. Ой. Надо нажимать вот на эту кнопку. Ммм. Понятно. То есть... То есть, вот это ручки. Вот это ножки. Да? А это... Вот это. Кнопка управления Спайдер-меном. Хотя, возможно, любым меном. Нажали. Ой. А еще ему, видимо, нужно щекотать животик. И почему-то он у меня не работает. Может быть, надо сменить батарейки, но я не вижу, как. Надо развинчивать, свинчивать. Ну и просто вот такой вот. Спайдер-мен выкидуха будет у нас. Мы вот в таком варианте будем играть. Типа... Чпоньк. Нажали. Надавили куда надо, и Спайдер-мен скрылся. Короче. Бросайте свои Apple Watch. Переходите на нормальные спайдер-менские часы. И стоит всего 100 рублей. И выглядит лучше. И работают эффектнее. Сюрприз-сюрприз. Этот выпуск не только про супергероев, но и про супергероинь. И вот она, героиня сегодняшнего дня. Умница, красавица, королева школьного бала, кукла мечта любой девочки, а может и мальчика. Все у нее есть. И огромные ножницы, которыми она может защищаться от врагов. И порезанная на лускуты сердца расческа. И фляга в виде помады. И бутылочки с чистящими средствами, которые, судя по ее лицу, она пьет. И устройство захвата вселенной, похожее на фен. Только что заметил, что отсюда выпала вот эта вот штуковина. А еще одна, видимо, с шизофренией болеет, потому что она думает, что она выглядит вот так, а она выглядит вот так. Ну и что? Что у нее какая-то спина покрыта рытвенными? Ну и что? Что в ее красных сапогах обточенные карандаши, а не ноги? Ну и что, что волос у нее на голове чуть больше, чем в ушах? Зато она с короной. И она звезда. Потому что на платье звезда. Звезда. Упавшая. Джон Сина! Вот тот момент, когда я видел много фотографий, видеообзоров американских блогеров, но на деле получаю вот это, подделка рестлера. Мен про Джон Сина уже прошел, а память о нем жива за 160 рублей. Какой еще Нельсон? Джон Сина? Какой еще свет и музыка? Что происходит? Я небольшой фанат обнимающихся потных дядек на арене, и поэтому я не уверен, кто это именно. Я думаю, вы подскажете, почему у него бионические руки вместо настоящих. Видите, они отличаются. Это импланты пересадили, потому что настоящие оторвали на арене. Судя по его лицу, это так и было, так и произошло. Он видел много в своей жизни, он осознал, он все понял. И он еще и... Звуки прямиком из мужской раздевалки. Как накачать себе такую спину, чтобы в ней были динамики, кнопка, батарейки, шурупы? Тяжела судьба рестлеров, не зря они там пишут, что все непросто. Так как он рестлер, он может имитировать удар себе в лицо, больной животик, чтобы не ходить в школу. Также он может чесать себе затылок, осознавая, чем же он в жизни своей занимается. А еще он накачал икры, что они прямо врасли в гетеры. Или джинсы, или сапоги, или что это? В общем, крутая серия игрушек для любителей полураздетых мужиков, которые валяются и обнимаются. Каждый мальчишка мечтает о таком. Джон Сина! Ужасающий дракон. Трехголовая зубастая бестия. Пугающий вид и окрас. Чешуя, морщинистая кожа. Демон воплоти. Кошмарные звуковые эффекты. А еще это детский успокаивающий ночничок. Ну и игрушка для родителей, которые хотели бы, чтобы их дети никогда не рождались. А еще это и музыкальная станция. С разными, добрыми, милыми мелодиями. Сожру тебя, выпью твою кровь, разорву на части, и потом разбросаю их по городу, обладав твоей костью. Что же должен был сделать такого ребенок, чтобы ему подарили вот это? Если это только не ребенок сатаны, антихрист, ну тогда все нормально. Вы думаете, это все? Нет? Как вы заблуждаетесь. Включим еще одну функцию. Нет, не эту. И даже не эту. А вот эту. Знаете, есть такая рубрика на СНН без комментариев. Вы понимаете, он просто идет... И гадит яйцами. Так это работает. Так работает эта игрушка. Это ночник, дракон, который гадит яйцами. С детскими песенками. Колыбельными. У него открывается жопка. И оттуда вываливаются яички. Какая прелесть. Ремарочка для девочек и всех, кто волнуется. Конечно же, это не дракон, а драконка. Просто по дороге, на работу откладывает яйца. Ну, конечно же, ей карьеру нужно делать. И она, как бы, что жизнь должна на это, что ли, потратить. Смотрите, она даже себе дополнительной головы отрастила. Одна голова ест. Одна голова думает. И одна голова накрасилась и кокетничает. Все компоненты сложим. Это жуткий дракон-ночник с колыбельными какающими яйцами. Именно так. Вообще ни слова не соврал. Появилась, правда, мысль, что, возможно, после того, как он высидел... Но он не высидел. Он просто выкатил свои яйца и убаюкивает их. Может, и съесть это яйцо? Ну-ка. Эй, может? Не знаю, зачем. Плюнь, плюнь, Бекку! Плюнь, Бекку! Ох, куснул. Так-так-так, что это у меня это? Коробочка опять со Спайдерменом? Да, спойлеры продолжаются от этого производителя. В новом Человеке-пауке будет не только Тор, но и... Грустный Росомаха. Хотя Росомаха здесь скорее не грустный, а такой озадаченный. Смотрите, что? Меня продали. Продали. За 170 рублей меня продали. Росомаха видно, что уже не молод и плохо моет свои когти. Они у него слиплись. Мойте, дети, свои когти перед едой. Ну и после. И во время, и вместо, может. Вообще, что Тор, этот, что Росомаха, похожий на неудачных косплееров с Комик-Кона. Никогда еще Люди Икс не были так близко к провалу. Это такое лицо, когда тебя спросили, а почему у тебя такой дешевый костюм? А он отвечает, ну и что, зато я в бороду вложился, в барбершоп сходил, смотри какая. Смотри, смотри какая. Не знаю, почему в барбершопе ему не посоветовали помыть его слипшиеся когти. Возможно, он делал имя. Варенька. Или медик. Или просто ковырялся где-нибудь. И все слиплось. Ну и очевидно, что он еще озадачен наличием кнопки в спине, фонаре в груди и рук почти до пяток, которые достают. Что-нибудь такие длинные. Чтобы можно было делать бесплатные обнимашки на фестивалях. Вот для чего. Иди ко мне, иди ко мне, мой дорогой. А я пойму тебя когтями. Следующая игрушка посвящается памяти Тони Старка. Прямо скажу, это одна из самых опасных, но не для игрока, а для врагов. Ребенка с такой игрушкой будут бояться. Потому что никто бы не хотел быть облитым выделениями Тони Старка. Хотя, если это именно Роберт Дауни-младший, то может быть желающий нашлись бы. Помните вот шутку в фильме про то, что у него там в костюме, и когда он там помочился на сцене, все видели, это детский фильм про Железного Человека, все это любят, как человек мочится на сцене, ага, как классно. В общем, создатели этой игрушки решили вопрос кардинально. Просто, понятно, весьма удобно. Ну, может быть, не очень эстетично. Если вы вдруг еще не поняли, это водяной пистолет. А точнее, бак для воды. Ну, или для чего-нибудь другого. Желающие любители, фанаты Марвел, особенно в последней части, могут налить туда свой любимый напиток и наслаждаться при просмотре. Как вариант, это может быть еще детеныш Железного Человека. Посмотрите, какой он маленький, да? Посмотрите на его детские ручки с направленными на вас плазменными пушками. Он хочет вас обнять и испепелить. А еще он хочет вас испить. Или, может быть, это интересная фляга. Смотрите, как удобненькая. Или это новый элемент для пожаротушения, для пожаротушения по-пионерски. А так как он еще и рюкзачок, то он маленький ребеночек и на спину, да? То он не спиногрыз, а спинопис. Ага, шутки за... Сколько он стоил? За 400. На самом деле, это игрушка-полевушка, да? Водяной пистолет, я уже говорил. Вот прямо сюда, медицинский практически приемом, мы вставляем вот... Вот эту трубочку. Простите. Прямо отсюда польется водичка. Ну, или то, что вы туда зальете. Даже не отсюда. Прямо отсюда. Это вот... Это вот тоже от железного человека. Но прежде, чтобы водичка полилась, нужно будет сделать... В контексте того, что эта штука подключена к влагоотводу железного человека, это немного смущает делать туда-сюда, вот так вот, учитывая... Как бы... Вот эту конструкцию. Если описывать чисто технически, без какой-то отсебятины, то ребенок должен просто бегать и дергать за пистолет железного человека. Вообще не исказил ничего. Опять же, сказал как есть. В общем, вот такое вот унижение от Тони Старка напоследок можно получить. Напоследок в этом выпуске, конечно же, никаких спойлеров. Хотя забавно, если это был бы спойлер с таким влагоотводом, и он такой... Ах, Танос! Получай, смотри, у меня штука какая есть. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. М-м... Мстители, идите сюда! Я с вами расправлюсь! Не, тут режим включился. Простите секундочку. Заход номер два! М-м-м! Шутки про то, что я алкоголик. И толстые, и ленивые, уже, по-моему, всем надоели. Давайте... Давайте... Давайте вы их прекра... Подождите, кто-то нужен... Кто-то мне должен помочь. Тебе поможет капитан Марвел! Я очень бесполезный и ненужный персонаж в этом фильме! Просто летаю, чтобы быть персонажем Марвел Я капитан Марвел в фильме Марвел Никого не смущает, что вон там стоит огромный дракон, который круче Таноса И хочет уничтожить нас всех Никого не смущает, а у меня ногти слиплись Есть у кого-нибудь? Девочки, запись на ноготочке, есть у кого-нибудь? Я Тор, я все еще могу Не смотрите, что у меня ржавый и грязный мюльнир Я обязательно его помою И сам помою Иди сюда, иди сюда, дракон Неплохая зубочистка, кстати, будет Что такое Тор? Получился какой-то слишком маринованный Что мариновали? Привет, привет Я все еще не устаю напоминать, что дракон не повержен И кто-то должен его спасти, но не я Потому что запись на ноготочке перенеслась Там у нее чего-то очередь Она не может отъехать, там заболела сестра двоюродная И нужно денег занять В общем, мне пока надо подождать Кто-нибудь может? Кто-нибудь? Вон, я показываю, смотрите Смотрите, двумя могу руками показывать Там дракон Страшный и ужасный Спайдер-мен, спайдер-мен Дин-дин-дин-дин-дин-спайдер-мен Хоба! 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 Где дракон? Хоба! Хоба! О, ничего себе, какой здоровый! Мистер Старк, мне что-то нехорошо Я, пожалуй, пережду Я самый сильный персонаж в мире, в обселенной Я летаю в виде, а видите Я уничтожил сейчас кучу кораблей Я все еще показываю на дракона, который не побежден Я, конечно, понимаю, вы там летаете И всякие дела у вас Ну вот, я ногой показываю уже даже на него Понимаете, вот он, опасный и ужасный Я не могу, у меня на ноготочках еще там перерыв У него на обед написано 15-20 минут, придется подождать Вот, смотрите, вот он Я Тони Старк, я сейчас вам всем покажу В этой вселенной я щелкнул перчаткой Таноса И захотел, чтобы в моем костюме появилась суперфункция Но есть одна проблема, у меня нету влаги Я пал Сейчас ты увидишь всю мощь, Капитан Марвел Разговоров-то было Боже, нам никто не поможет, сдаюсь, сдаюсь Я победил Мстители ГАОУン СИНА Я неплохо пахнул Ура, наши победили На этом все